Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В событиях последних дней в Армении в очередной раз раскрывается застарелое традиционное стремление армянской церкви распоряжаться судьбой хайского народа. И в который раз подтверждается мнение историков о том, что хайский народ – это конфессионально-этническое явление в истории народов Малой и Передней Азии. То есть это социум исторический на протяжении веков, формировавшийся из представителей десятков народов, населявших этот огромный географический регион, которые приобщались к восточной монофизитской ветви христианства. На исторической шкале начала этого процесса, который со временем внес заметные корректировки в демографию и этнографию региона, поскольку его результатом стало появление нового народа, Так вот, начало этого процесса можно отнести ко времени проведения Халкидонского Вселенского Собора в 451 году, когда состоялся раскол христианского мира, и православная его часть объявила монофизитство ересью и утвердила отлучение или анафему монофизитских церквей. Для тех, кто не в курсе некоторых терминов, использующихся в христианских религиозных традициях, поясним вкратце, что ересь – это сознательное исследование ошибочному учению, отклоняющегося от христианского учения, которое считается истинным и потому подлежащее осуждению. А значение слова «анафема» в переводе с греческого означает «изгнание отлучения». То есть в данном случае, когда анафема объявляется на Вселенском Соборе в отношении целого направления в христианстве, то это означает «изгнание отлучения данного направления, данного еретического учения от христианства». Следует отметить, что после заключений и решений, принятых на Халкидонском Соборе 451 года, император Византии Маркиан утвердил жесткие законы относительно монофизитов. Во-первых, было приказано принимать столько учения, определенные Халкидонским Собором, а монофизитство – изгонять монофизитов, изгонять или заключать в темнице, сочинение их сжигать, а за их распространение монофизитов казнить. Как следствие этого, Византия в скором времени очистила свои территории от последователей этого направления. Это и есть причина, по которой церкви монофизитов сохранились за пределами Византии или Восточно-Римской империи, и часть этих церквей находилась в пределах обширной географической области, которая носила название Армения и была провинцией или марзом империи Сассанидов, в связи с чем эти церкви в то время назвали также персидскими церквями. Именно здесь, под покровительством Сассанидов, эти церкви получили возможность не только выжить, но и расти и развиваться, увеличивая свое благосостояние и численность своей паствы. И именно здесь, в регионе западных провинций империи Сассанидов, из генофонда, населявших ее племен, и народов, вступавших в лоно этих монофизитских церквей, и стал набирать силу процесс формирования новой конфессиональной этнической общности Хай, или нового народа, для которого название Хай стало этнонимом. Этимология этнонима Хай все еще остается невыясненной, поскольку исследователи доказали, что вопреки распространенному мнению оно не коррелируется с именем сказочного прародителя армян Хайка, но поскольку этноним Хай впервые начинает упоминаться в письменных источниках лишь в позднем Средневековье христианского летоисчисления, примерно с 15 века, то его этимологию, вероятнее всего, также следует искать в закромах христианской истории и культуры. Но это уже другая тема, а сегодня речь пойдет о тех мифических событиях, которые не имеют под собой никаких достоверных исторических свидетельств, и единственным обоснованием которых традиционно считаются хайские сочинения, составленные под различными псевдонимами. Одним из них является псевдоним Фавстоз Бузанд, которого армянская историческая школа предъявляет как выдающегося историка, который якобы в середине 5 века составил достоверное и точное описание истории хайского народа, и потому его сочинение заложено в основании национальной историографии Хайстана. Это же сочинение является национальным источником, сообщающим о череде первых хайских епископов, которые стали пастырями своего народа после того, как хайский народ якобы в самом начале 4 века принял христианство. Эта историческая фальсификация уже была разоблачена на нашем канале, ссылки приводятся под видео. Но поскольку большинство наших зрителей и слушателей не имеет представления о том, что именно написано в сочинении достоверного Фавстоза Бузанда, то сегодня вы будете ознакомлены с его содержанием, непосредственно со строками, в которых Бузанд сообщает о первых пастырях хайского народа. При этом не будет ни единого слова, привнесенного в эти свидетельства выдающегося армянского историка, ни с нашей, ни с какой-либо другой стороны, только слова самого автора истории Хайев. Но перед этим уместно отметить, что впервые история Хайев Бузанда появилась на свет из стамбульской типографии в 1730 году, сразу в виде четырехкнижного сочинения. Поскольку первая книга носила название книга третья, то существует миф, что всего книг было шесть, но первые две были утрачены. Это издание появилось при полном отсутствии оригинальных рукописей Бузанда. Есть только несколько небольших рукописных фрагментов, древнейшим из которых считается некий отрывок, написанный каким-то анонимом в 1622 году. То есть этот фрагмент был написан неизвестно кем более 1200 лет спустя после заявленного V века, когда якобы жил Бузанда. 1200 лет спустя после заявленного V века. Итак, что же сообщает это сочинение, которое является одним из краеугольных камней в основании Национальной исторической школы Хайастана, о тех первых епископах, в образах которых как нельзя лучше отразилось хайское восприятие христианства и хайское отношение к вере и религии. Эти исторические сведения появляются в заключительных главах последней книги Бузанда, то есть она четвертая на самом деле, но ее называют еще и шестая. Посвященных епископам, которые, по словам самого сочинителя, находились под властью персов. Итак, цитируем. Фавстоз Бузанда, книга четвертая или шестая, глава вторая, которая называется «О епископах, которые в то время были известны в хайской стране, в части хасрова, находившейся под властью персов». Сперва о Завене. Был он человек злодейского, крутого и завистливого нрава. Завен наряжался в одежды, обшитой разноцветной тесьмой, одевал меха соболи, горностаевы, волчьи, накидывал на себя лисий мех и так, не стесняясь, выходил на алтарь и садился. Был он обжорлив, жаден, вехал развратную жизнь Завен во все свои дни. Он три года занимал престол до своей смерти. Поскольку в истории, разумеется, не сохранились никакие изображения этого одетого в звериные шкуры одного из первых епископов хайского народа, то, следуя достоверному описанию этого тикаря в волчьих шкурах, страдающего обжорливостью, можно предположить, что выглядел он примерно так, как показано на этой иллюстрации. Далее, в этой же книге, в главе третьей, Фавстос Бузан сообщает о следующем епископе, который заменил нечестивого Завена, любителя звериных шкур, о епископе Шааке. Цитируем само сочинение. «После смерти этого Завена вместо него стал во главе епископов Шаак из Корчайка и пробыл два года. Был он христианином, но не противился порядкам, введенным Заведом, и не отменил их. Два года он был руководителем и представился с этого света. То есть и этот Шаак был таким же любителем рядиться в звериные шкуры, как и его предшественник. Но в главе четвертой оказывается, что и следующий епископ по имени Аспурак ничем не отличался от своих коллег. Цитируем само произведение. Глава называется «Об Аспураке, который стал во главе епископов после Шаака». И в ней Бузан сообщает про этого Аспурака, что в отношении одежды он тоже следовал порядкам, введенным Заведом. То есть и этот пастырь хайского народа по имени Аспурак ходил разодетым в волчьи и лисьи шкуры. Как говорится, слова с песни не выкинешь. В главе шестой появляется образ епископа Арастома, пришедшего на место своих коллег. Почему-то у сочинителя, изобретавшего эти сказки, была какая-то особая симпатия звериным шкурам, потому что по описанию Бузанда Арастом также оказывается одетым в шкуры. Процитируем самого автора. Арастом был набожный человек, введший в горах и пустынях отшельническую жизнь. Он был руководим Святым Духом, скитался по горам и пустыням, одеваясь в шкуры, питался овощами до дня смерти. Здесь, кстати, необходимо напомнить нашим зрителям и слушателям, что епископ не мог быть отшельником, скитающимся вдали от людей по горам и пустыням, одетым в шкуры и питающимся кореньями и травами, как это описывает достоверный в кавычках Бузант. Должность епископа обязывала вести активную работу в административных центрах, каковыми были в основном городские поселения. В эти обязанности входило проводить религиозные службы, совершать обряды, председательствовать на конференциях, участвовать в религиозных диспутах. Короче, вообще непосредственно участвовать в церковной жизни своей паства, в тех общинах христиан, где они занимали эту должность. Как же епископы Бузана могли это делать, если они скитались в звериных шкурах по безлюдным горам и пустыням, как отшельники, и питались травой и коренями вдали от людей? Это нонсенс, это абсурд, но именно этот невежественный бред, по мнению армянской исторической школы, свидетельствует о том, что Бузан был выдающимся историком. Эти байки, не имеющие ни к истории, ни к христианству, никакого отношения заложены в основы исторической школы Хайастана. И продолжают нести традиционное хайское отношение к христианству, подмену веры невежественными сказками о каких-то епископах, истязающих себя голодом где-то в горных ущельях, преподнося поедание травы и ношение звериных шкур как проявление истинной веры в Христа. Особо ценная информация о епископах армянской церкви содержится в главе 8, которая называется «О епископе Иоанне, его поведении и неразумии, вздорных словах и делах и о том, какие знамения явил на нем Бог». Вот что сообщает о нем Фавстос Бузант. Цитируем. «Епископ Иоанн был лицемерный человек, глубоко погрязал в жадности и забыл имя Бога от жадности до того, что совершал недостойные и невероятные дела. Случилось ему раз куда-то поехать, сидел он верхом на вьючном животном и ехал. Повстречался ему незнакомый мирянин молодого возраста, верхом на коне. А конь, на котором он сидел, был рослый, хорошей масти и хорошего хода. Так что, когда епископ Иоанн издали заметил коня, то удивился и загляделся. Чтобы забрать коня у этого мирянина, Иоанн стащил его с седла, повалил на землю, положил на него руку в знак рукоположения его в Иерее. Иерее – это, если коротко, сан священнослужителя. Рукоположение его в Иерее, потом, подняв его на ноги, велел ему накинуть на себя рясу и сказал, «Иди в свое село и будь Иерееем в этом селе». Потом Иоанн подошел к коню и, положив на него руку, сказал, «А этот конь пусть будет мне платой за то, что я рукоположил тебя в священники». Завершается это повествование словами. И все это случилось из-за лошади. Этот обманутый лукавым епископом мирянин вернулся в свое село и рассказал о случившемся своим родственникам. Домашние сказали ему, «Встань, пойди опять к этому епископу и скажи, «Я не был крещен, как ты мог сделать меня Иереем?» Он отправился к епископу и сказал, «Я не был крещен, как ты меня сделал священником?» Иоанн сказал, «Принесите мне кувшин воды». Взял воду, вылил его на голову и сказал, «Ступай, вот я окрестил тебя». Вот так алчный епископ Иоанн снова обманул этого человека и не вернул ему отобранную у него лошадь. А псевдоним Бузант, видимо, не отдавая себе отчета о той глупости, которую он подсовывал хайскому читателю под видом национальной истории, фактически нарисовал картину тотального невежества, в котором находилось все хайское сообщество, ибо не имело представления о том, как проводится обряд крещения. И потому лукавый епископ использовал христианство просто как вид мошенничества. Эта ценная историческая информация в кавычках про епископа Иоанна продолжается в главе 10-й забавной байкой о том, как жадный лукавый епископ Иоанн устраивал шутовские игры перед какими-то хайскими царями, которых, разумеется, в принципе не могло быть, поскольку речь идет о государстве Шахин-Шаха в династии Сасанитов. Обратимся опять же к самому сочинению. Цитируем. Хавстос Бузант, книга 4-я и 6-я, глава 10-я. О том же Иоанне. Когда Иоанн приходил к армянскому царю, то скоморошничал. Прикидываясь шутом, он стремился утолить свою жадность. Становясь на четверенки, он полз перед царями, ревел, как герблюд, ластился, как верблюд. Среди лёва он выкрикивал иногда слова тем же ревущим голосом и говорил, «Я верблюд, я верблюд, беру на себя грехи царя, нагрузите на меня грехи царя, и я возьму их на себя». И это подлинные слова из сочинения выдающегося историка, одного из основателей хайской исторической школы фавстоса Бузанда. Это история хаев, и это первые епископы хайского народа. Мы уже говорили о том, что сочинение под псевдонимом фавстос Бузанда представляет собой нагромождение невежественных и абсурдных измышлений, и потому не может быть принято в качестве исторического источника. Ссылаться на сочинение Бузанда всё равно, что ссылаться на сказку про Колобка, как на исторический источник. Но повторим ещё раз, в рамках армянской исторической традиции Бузанда – это один из идолов национальной историографии Хаястана, которого в этом замкнутом пространстве изменённого сознания считают достоверным и точным летописцем. Арастак, тогда продолжим разоблачение нелепых вымыслов этого выдающегося хайского историка, как в случае с первыми хайскими епископами. Даже учитывая то обстоятельство, что на самом деле никакого Бузанда в пятом веке вообще не было. На сегодня всё. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте поддерживать его вашими одобрениями и позитивными комментариями, а также не забывайте делиться нашими видео со своими друзьями. Впереди ещё много интересных разговоров. Всего хорошего. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok